Молдова. Одна из самых загадочных стран бывшего Советского Союза. Что мы о ней знаем? Тут говорят на диалекте древнеримского языка, но все еще понимают по-русски. Когда вам нужно, чтобы вас быстро и все поняли, пишут уже по-русски. Тут производят вино, пьют вино и очень любят вино. Путин Владимир Владимирович. Да, он получил в дар эту казу. И никак не решат, с кем быть, с Европой или с Россией. Вы считаете, если российские миротворцы отсюда уйдут и начнут стрелять? Молдова может пойти, условно говоря, по пути Грузии. Они могут в НАТО войти и так далее. Сегодня поговорим о Молдове. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. Первой страной на моей карте стала Молдова. Это одна из самых маленьких стран бывшего Советского Союза. Меньше нее в Союзе была только Армения. Население в Молдове за 30 лет независимости сократилось почти в два раза. А по экономическому развитию является худшей страной в Европе. Молдова зажата между Украиной и Румынией в географическом смысле и между Россией и Европой в идеологическом. Так что я решил посмотреть, как выживает маленький осколок бывшей империи, который оказался на перепутии. Последние 30 лет для Молдовы прошли тяжело. Иначе трудно объяснить то, что на всем постсоветском пространстве страна вошла в пятерку худших по сельскому хозяйству, промышленности, ВВП и росту экономики. С сельским хозяйством дела в стране оказались хуже, чем в России или Туркменистане. А по росту экономики ниже Молдовы оказалась только Украина. Давайте посмотрим, как же выглядит эта страна изнутри. И пока мы еще не начали, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вдруг еще нет. И конечно же нажмите на колокольчик. Кстати, в советский период путешествовать было не так просто. О том, как ездили отдыхать за границу в конце 80-х, вы узнаете и в первом эпизоде подкаста «Куда можно». Подкаст ведут ребята из Aviasales, сервиса для покупки дешевых авиабилетов. Ссылочка на первый эпизод в описании к этому ролику. Друзья, я в Молдове и за моей спиной увидите памятник Стефану Великому. Это самый известный из правителей Молдавского княжества. Он был союзником господаря Валахии Влада Цепиша, того самого графа Дракулы. Но в Молдове Стефан больше известен как борец за независимость страны. Неудивительно, что памятник ему стоит именно на площади независимости. Почти всю историю Молдова переходила под власть то одного, то другого государства. А независимость в стране наступала лишь короткие паузы между этими владениями. Сегодня я расскажу вам, как Молдова обрела независимость в последний раз. Конечно, речь пойдет про независимость от Советского Союза. И мы посмотрим, как страна изменилась за прошедшие 30 лет. Если мы посмотрим на ту же самую Молдову, у них по индексу демократии пример такой же, как и у Прибалтики. Сменяем власть все хорошо. И все это почему-то накладывается на какую-то дикую нищету, на зависимость от всех. Когда ты говоришь, что нам нужны свободы, все тебе говорят, ну хорошо, вот есть Молдова. Или есть та же самая Украина, вот у них выборы, вот у них там свободы, и что дальше? Демократия – это недостаточное условие. Есть много бедных демократических стран. Не только в нашем регионе, но, условно говоря, в Африке. С другой стороны, есть и другая важная корреляция. Нет богатых недемократических стран. Вот, если вы хотите стать богатой страной, то все страны, которые стали богатыми – это демократические страны. Есть буквально два исключения – это Сингапур и нефтяные монархии, у которых очень много нефти на душу населения. Все остальные развитые страны – это демократические страны. Но, конечно, есть много бедных, демократических, коррумпированных стран, где царствуют олигархи. И Молдова – это одна из таких стран, где был один олигарх – Плохотнюк. И вся политическая система была так или иначе пронизана этими коррумпированными деньгами. И там было много левых сил, которые пытались бороться с ним, проевропейских сил, которые пытались бороться с ним. И вот, наконец, только несколько лет назад им удалось так или иначе победить Плохотнюка. Надо сказать, что это было сделано при поддержке России и Запада. Но вот сейчас, наверное, можно сказать, что начинается новая страница, где есть демократическая конкуренция между социалистами и прозападными силами. Возможно, сейчас как раз Молдова может пойти, условно говоря, по пути Грузии. По-настоящему бороться с коррупцией, по-настоящему строить конкурентную экономику. Конечно, нет ничего хорошего в том, что у вас есть коррумпированная система власти, даже если она меняется на выборах. Но правда в том, что когда у вас есть олигархи, вы можете менять президентов. Но если олигархи контролируют политические партии и СМИ, то даже если кажется, что у вас есть выборы, на самом деле у вас есть эти самые кукловоды, которые в фильме «Слуга народа», вы знаете, я не знаю, вы смотрели «Слуга народа». Там есть три теневых олигарха, которые, собственно, и двигают пешек. И вот это, мне кажется, очень четко показывает, что пока вы не отделаетесь от этого, демократия, к сожалению, не может помочь вам построить конкурентоспособную экономику. После распада Советского Союза в Молдове деньги и власть достались не только государству, но и олигархам. Прямо как в России. Одним из самых заметных молдавских олигархов стал Владимир Плохотнюк. Он занимался сразу и торговлей, и нефтяным бизнесом, и банковским делом, и гостиницами, а еще политикой и криминалом. Некоторые источники даже уверяют, что первый капитал Плохотнюк заработал на эскорт-агентстве с малолетними проститутками. Правда, сам Плохотнюк уверяет, что деньги заработал на видеосалоне и этикетках для вина. Однако за его гостиницами закрепилась репутация борделей. В нулевых Интерпол следил за Плохотнюком, подозревая в связях с Солдцевской ОПГ в России. Это не помешало бизнесмену попасть в политику и стать вице-председателем парламента Молдовы. Считается, что до 2019 года Плохотнюк был одним из самых влиятельных людей в стране. Он даже ездил в заграничные поездки как представитель Молдовы, хотя премьер-министр страны Владимир Филат обвинял его в преступлениях. По данным молдавской прокуратуры, Плохотнюк участвовал в краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны. В России он заочно арестован за подготовку наемного убийства и обвинен в отмывании денег и торговле наркотиками. В 2019 году, когда в Молдове сменилась власть, Плохотнюк бежал в США. Олигарх жил в Майами, но попал под санкции из-за коррупционной деятельности и дальше сбежал в Турцию. Сейчас Молдова добивается его экстрадиции. У нас как бы остов остался от бывшей империи, где просто скелет. И вот мы сейчас, как новое государство, начинаем наращивать на нем мышцы. То есть сухожилия — это наша мафия, наверное, знаешь. Которые просто взяли на себя все государственные инстанции и все как бы соединили и сцепили воедино. И теперь они занимаются отмывкой денег, коррупцией среди своих. Плохотнюк далеко не единственный олигарх, который появился в Молдове после распада Советского Союза. Зачастую новым богачам принадлежат важные культурные и исторические объекты. Только содержать их в порядке олигархи не хотят. За моей спиной находится гордость Кишинева. Гостиница «Националь», она входила в систему «Интурист». И до развала Советского Союза это была самая роскошная главная гостиница. Именно здесь сидели всех иностранцев, именно здесь в коридорах были ковровые дорожки. А в номерах — холодильники, кондиционеры и телефоны. Для гостей были парикмахерские бары, модные рестораны. Их возили по главным достопримечательностям Кишинева на модненьких Икарусах. В общем, была роскошная гостиница. После развала Советского Союза она быстро пришла в упадок. И какое-то время она сдавалась под офисы, как это часто бывает. В номерах расположились какие-то маленькие фирмочки. Но так долго существовать она не могла. Она висела на балансе у государства. И в какой-то момент ее решили выставить на торги и приватизировать. Это произошло в середине нулевых. Инвестор вроде как собирался ее реконструировать, вложить туда деньги. Но ни копейки он в нее не вложил. Годы шли, гостиница превращалась в такую вот заброшку. И уже почти 15 лет стоит такая заброшка в самом центре Кишинева. Внутри там бомжи, пьяницы. Иногда туда заходят какие-то фотографии что-то пофотографировать. Ну и зрелище конечно ужасное. Особенно эти вот 50 лет Молдова-тур. То есть такой вот памятник былым каким-то успехам, победам. Некогда самое роскошное место теперь заброшено и разрушается. И непонятно что с ним будет дальше. За этим зданием никто не следит. Оно естественным образом стало точкой притяжения для различных городских маргиналов, наркоманов, бездомных. Здесь очень хорошо видно на крыше чем здесь народ занимается. Какие-то пакеты не пойми с чем. Огромное количество вот этих вот тюбиков пустых, клея, шприцы, бутылки. В общем, к сожалению, не самое приятное место. Понятно, что получив власть, олигархи стремятся удержать ее любой ценой. В том числе уничтожая свободу слова и независимые СМИ. Медиа, например, у нас совершенно не свободна. Здесь нет ни одного источника телеканала, ни одного значимого блогера. Ничего. Пустой лист в этом плане. И поэтому те, у кого были когда-то деньги, на этом смогли отлично заработать. Их дети, их внуки все обеспечены. У Плохотнюка вилла в Швейцарии, прямо на озере Женевском. Я стартанула журнал, назвала его «Без культур». И начала фоткать. Все, вот как, все подряд. И мне учитель, что говорит, это культура, мы ее не изучаем, политику. Давай, иди, у нас есть связи, иди в каналы, иди в каналы. И у нас вся журналистика, если ты посмотришь, это женщины, которые хотели быть на телеканале. Это мужчины, которые знали, как этими телеканалами дают деньги с политиков. Насколько сегодня Молдова свободная страна? Она не свободна. Отнюдь. Вообще не свободна. Чтобы понять, в каком положении страна, нужно посмотреть на ее столицу. Поэтому осмотр Молдовы начинаем с Кишинева. Кишинев город очень советский. Практически все знаковые здания, которые мы здесь видим, они были построены в советское время. И что касается благоустройства, Кишинев, наверное, не самый благоустроенный город, но в последние годы здесь происходит трансформация улиц, делают общественные пространства, расставляют лавочки, расширяют тротуар, высаживают деревья. В общем, все такое модненькое, прямо как в Европе. При этом, опять же, в центре мы видим много разрушенного советского наследия. Например, этот потрясающий огромный бетонный фонтан. Это такая чаша-цветок с очень красивой мозаикой внутри. Вот здесь был фонтан, можно было по нему ходить по каким-то мостикам. Но фонтаном никто не занимается. И это странно, создается ощущение, что молдаване сегодня словно стыдятся своего советского прошлого и не замечают, казалось бы, интересный объект, который можно было восстановить. И вот буквально в 50 метрах от этого фонтана находится клумба со звездами Евросоюза. И за этой клумбой, в отличие от фонтана, следят. За моей спиной находится главный вокзал Кишинева. Интересен он тем, что построен был сразу после войны. В 1948 году строили его, как это часто бывало в те времена, пленные немцы. И построен он был по проекту архитектора Чуприна. Но что гораздо интереснее, что главным консультантом при проектировании выступал Алексей Щусев. Эта фамилия вам наверняка знакома, это выдающийся советский архитектор. По его проекту, например, построен Мавзолей Ленина на Красной площади, гостиница Москва и здание Казанского вокзала. Алексей Щусев, кстати, родился здесь, в Кишиневе в конце 19 века, и позже уже отсюда уехал учиться в Санкт-Петербург. Здание построено в таком эклектичном стиле, неоднократно перестраивалось, но, в принципе, до наших дней дошло в относительно неплохом состоянии. Что интересно, несмотря на то, что Щусев родился в Кишиневе, здесь он ничего такого выдающегося не построил, есть всего несколько зданий, которые с архитектурной точки зрения особого интереса не представляют. Не, ну что, вокзал красивый, и самое главное, что они более-менее его сохранили. Понятно, что уже поменяли окна, внутри там что-то перестроили, но в целом здание дошло до наших дней с 1948 года. Вот есть, что интересно, на фасаде есть такие медальоны с серпом и молотом, и они попытались их в порыве декоммунизации стереть в какой-то момент, но вот где-то у них удалось, а где-то серп и молот до сих пор проступают. А это такая тоже более поздняя постройка с такой советской мозаикой, я думаю, это где-то 70-е годы. И, опять же, что характерно, вот эта вот мозаика, это, наверное, самое красивое из нового, что здесь построено. Там есть хоть какая-то работа, ее приятно рассматривать, но, опять же, молдаване, они как-то стыдятся вот этой вот советской красоты, и взяли и пристроили какое-то непонятное кафе, совершенно блевотное, грязное, неприятное, стыдливо закрыв красоту, которая у них была. Одна из примет времени — это магазины Second Hand, вот один из них расположился в бывшем каком-то привокзальном здании, здесь, похоже, был какой-то зал ожидания, может быть, кафе, сейчас здесь находится Second Hand. И вообще, что касается торговли, видно, что население бедное, видно, что торгуют на каждом шагу, опять же, территория неухоженная, и вот такая картина, в принципе, по всему Кишиневу. А это что? Ну тоже? Частное предприятие. А, частное предприятие. Сейчас придет, кто-нибудь скажет, скажет, зачем вы мне фотографируете. Да вы что? А вы директор этого предприятия? А раньше что здесь было в советское время? А? Здесь в советское время что было? Я откуда знаю. А, не, ну вы так... Я вошел в возраст, а вы думаете, я больше. Нет, вы выглядите как директор. А, выглядите. В костюме хорошем. Ну и что? Нет, директор не работает на железной дороге. Понятно, нет, ладно. В 2013 году на привокзальной площади был установлен памятник жертвам советской депортации, которая была после Великой Отечественной войны. Этот памятник еще называют поезд скорби, потому что люди, плотно сбившиеся друг с другом, напоминают силуэт поезда. Время 2-й мировой войны 70% застройки Кишинева было уничтожено, и после окончания войны новый генплан разрабатывал тот самый Алексей Щусев. Но его генплану не суждено было реализоваться, город отстраивали в основном уже в 60-е, сюда приезжали архитекторы со всего Советского Союза, и именно они сформировали местную архитектурную школу и подарили городу тот облик, за который многие Кишинев и любят. Но сегодня, к сожалению, с каждым годом становится все хуже и хуже, потому что исторические здания не сохраняются, генплан не соблюдается, по всему городу идет хаотичная застройка, то есть лепят новые здания вообще где попало. Совершенно нормально, что здесь возник такой дом, здесь такой, это перестроили, появились какие-то перестройки к историческим зданиям, все завершено рекламой, ну и добавляется еще хаотичная парковка, из-за которой город совершенно вообще не ощущается. Если в советское время за порядком еще как-то следили, то после развала Союза начинается полная анархия, одни делили власть, другие делили деньги, и до того, что происходило в обычных дворах, никому не было дела. Ну и в период такой анархии как раз расцветает, так называемый этот самозахват пристройки, надстройки, что собственно мы здесь и видим, да, вот эта вот обычная пятиэтажка, которая разрослась таким вот каким-то грибком наверху, а там еще дальше построены, кто-то себе коттедж взгромоздил, прямо на крыше обычной пятиэтажки, и таких домов в Молдавии очень много. Здесь вообще очень интересно, это видимо какое-то здание старое, здесь строится храм, здесь частные дома, и здесь просто кто-то взял и влепил многоквартирный дом. Все это на одном пятачке, на тротуаре места уже не осталось. Но здесь вот хорошо видно, как среди частного сектора начинают вдруг расти многоэтажные многоквартирные дома. Естественно, здесь ничего не соблюдается, просто кто-то выкупил участки и решил построить многоквартирный дом. И самое грустное во всей этой архитектуре то, что делается из самых дешевых материалов, не задумываясь вообще об облике Кишинева, никто не думает, а что такое архитектура Кишинева, какое лицо у города, как он будет восприниматься. Просто делают и думают только о том, сколько будет стоить квадратный метр. А вот тоже кто-то взял, пристроил к дому еще один дом, и пройти здесь уже нельзя, потому что все застроили. Как бы сегодня Молдова не стремилась в Европу, но от советского прошлого никуда не денешься. Такая вот уникальная история, что здесь стоит какой-то двухэтажный домик, тоже таких вот сталинских времен, но нам интересен балкон, потому что здесь сохранился сам балкон, сохранились вот эти вот кронштейны, на которые он крепится, и сохранились колонны, которые вообще деревянные. Такой сейчас редко встретишь, потому что уже все все застеклили, снесли, перестроили, а здесь вот каким-то чудом балкончик уцелел. Здесь вообще сохранился весь дом и даже входная дверь. Сейчас вот в так называемых там сталинках, в старых домах практически невозможно увидеть оригинальную дверь. А это интересно, потому что видно, как раньше, сколько внимания уделяли деталям, как раньше делали двери, но здесь вот просто каким-то чудом практически весь декор, все в первозданном виде. А, это общежитие. Понятно. Вот секрет сохранности всей этой красоты. Здесь находится общежитие. Это ворота города или ворота Кишинева. Наверное, самый известный, самый узнаваемый архитектурный объект. Два жилых дома, 24 этажа в высоту. Они были построены в 1986 году, они есть на всех открытках. Это тот самый образ Кишинева. Здание построено как в форме таких, в виде открывающихся ворот. И через них обязательно проезжают все, кто прилетает в Кишинев, потому что это дорога из аэропорта в центр города. И этот символ Кишинева, он, конечно, там должно было быть все гораздо масштабнее, но помешала перестройка. Нормально построить только эти два дома. Они были построены передовым технологиям. Там особенная, уникальная планировка. В квартирах было по два балкона, скоростные лифты. Сейчас эти дома, они уже не такие элитные, какими были раньше. Люди жалуются, что там давно не было капитального ремонта, что дома требуют какого-то ухода. Но ими никто не занимается. Тем не менее, как символ Кишинева, они до сих пор стоят. Чем люди занимались здесь? Молдар Гидромасс, это завод по производству насосов глубины для нашей Москвы. Для нашей Москвы? Да, для нашей России. И как, завод сейчас работает? Работает еле-еле. Почему? Потому что, знаете, что сейчас демократия. Кто хочет, кто... Как сказать? Хочет, платит. Кто не хочет, не плачет. Зато демократия, смотрите, люди себе пристройки сделали при демократии. Да? Да. Раньше-то нельзя было в советское время так. И мы сделали так, чтобы... И вы сделали. Да. Вот, то есть все-таки есть и плюс. Ну да, в нашу пользу. Здесь все-таки пристроены целые квартиры. Здесь не то, что застеклили или расширили балконы. Тут прямо вот отдельные входы, какие-то дома новые появляются. Для Кишинева это не нормальная ситуация, потому что в центре дома более-менее в порядке. Подобные картинки вот можно увидеть в Армении, в Грузии. Вот они прямо так вот надстраивают свои дома. В Кишиневе нет, но это были общежития, и люди решили хоть как-то себе такие условия улучшить. Поэтому здесь пристраиваются комнаты, пристраиваются фактически квартиры. Эти пятиэтажки расширяются, распухают квадратными метрами. 30 лет независимости в этом году в Молдове, да? Да, я знаю. И как 30 лет? Хуже. Хуже стало? Лучше было в Советском Союзе. Мы жили там, тогда в раю жили. А 30 лет назад у вас ожидания какие были? О, к лучшему. Брадуга, я не увезти его. Да. Брадуга. Все, все, все. Христос занесет. Вознесся? Да, вознесся, да. Ладно, все, я смотрю, у вас весело, все, мы вас оставляем. Все, 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 до свидания. До свидания. Хорошего вам вечера. В обедневшей Молдове не хватает сил даже на содержание в хорошем состоянии жилых районов. А про менее утилитарные здания и говорить не стоит. Каким бы роскошным ни было советское наследие, его просто забрасывают. До 1982 года в Кишиневе не было своего стационарного цирка, а все представления проходили в передвижных шапито. Но в 66 году, в честь 530-летия молдавской столицы Советский Союз, Москва выделила Кишиневу деньги на строительство большого и красивого цирка. Собственно, вот он за моей спиной. Собственно, в 1982 году его построили. Цирк был потрясающий. Здесь давалось до 50 даже более представлений в месяц. Это был рекорд по союзным меркам. Нигде не было столько представлений, как в Кишиневе. Большинство цирков, построенных в Советском Союзе, они были типовые. Но молдавским архитекторам удалось убедить Москву, чтобы проект был уникальным. И, собственно, это уникальный проект. Цирк здесь построен в виде такой корзины, которая собирает зрителей. Ну, как это случилось со многими постройками советскими. После развала Советского Союза он пришел в запустение. Представления давали все меньше и меньше. В какой-то момент он вообще стал заброшенным. Окна были выбиты, заколочены, здание начало разрушаться. И сейчас находится в таком полузаброшенном состоянии. То есть выглядит он как заброшенный, но, говорят, иногда здесь проходят какие-то представления. Вот даже есть указание, где касса. Хотя здание выглядит сейчас заброшенным. Вот посмотрите, здесь такая потрясающая скульптура в виде двух акробатов, которые приветствуют гостей этого цирка. Но у одной уже есть скульптур, оторвана голова. Кстати, вот эта скульптурная группа, это единственное, что находится под охраной в этом здании. Но защитить ее не смогли, у одного из клоунов нету головы. Вот за моей спиной на здании такое панно, где изображены главные архитектурные достопримечательности Молдовы. И среди них есть тот самый цирк, который сегодня стоит заброшен и никому не нужен. И получается такая вот парадоксальная ситуация. То есть если в прошлом веке местным архитекторам приходилось убеждать министра культуры Советского Союза, чтобы им сюда поставили не типовой проект, а чтобы они пригласили сюда архитекторов и сделали хоть что-то свое уникальное. Если сюда приезжали разные архитекторы, пытались сделать какой-то город интересным, уникальным и даже имея очень ограниченный ресурс, пытались хоть как-то подчеркнуть местный колорит, местную культуру. А сегодня, когда, казалось бы, доступны любые материалы, любые архитекторы, нет никаких ограничений, делай что хочешь, люди начали строить просто типовые убогие коробки, которые с точки зрения архитектуры гораздо хуже хрущевок, от которых все жмурятся, затыкают нос и говорят, фу, какой ужас. Фу, какой ужас, друзья, у меня за спиной. В своих поездках по бывшим братским республикам я практически всегда говорю на русском языке. Во всех школах Союза его учили в обязательном порядке, и старшие поколения до сих пор отлично на нем разговаривают. Чего не скажешь об английском. London is the capital of Great Britain. Эта фраза прочно ассоциирую с английским языком в школе и зубрежками. Но лично у меня такой подход ни к чему хорошему не привел. Более-менее сносно говорить на английском я начал благодаря частым путешествиям и практике. Если нудные зубрежки тоже не для вас, можно попробовать онлайн-отбучение от Skyeng. В онлайн-школе уроки проходят в интерактивной форме. Преподаватели подбирают задания под интересы ученика. Пройденный материал можно закрепить, например, посмотрев любимый сериал. Курсы разделены по уровню, темам и задачам. Можно учить английский для путешествий, карьеры или подготовки к экзаменам. Есть даже отдельные курсы для фармацевтов и финансистов. Давайте посмотрим, что Skyeng придумал для путешественников. Здесь 23 урока, на которых учат бронировать билеты, заполнять анкеты для визы, ориентируются в аэропорту, делать покупки и знакомятся. Кроме того, Skyeng запустил индивидуальную программу обучения по тарифу премиум. Вы можете сами выбрать время для занятий и составить удобный вам график. А если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться к преподавателю через любой удобный мессенджер. Сам курс полностью персонализирован. Каждые полгода ученик проходит скрининг-тест. Это проверка навыков в английском сразу по 8 направлениям. От произношения до грамматики. Такой тест позволяет следить за процессом и еще больше персонализировать обучение. Вы можете выбрать готовый вариант обучения или оставить заявку на сайте, и Skyeng подберет для вас индивидуальную программу. Для новых учеников по промокоду ВАРЛАМОВ21 после оплаты пакета занятий будет два урока в подарок. А если оплатить занятия, сразу же после регистрации можно получить до трех дополнительных уроков. Лето подходит к концу, пора готовиться к учебе. Ссылка для регистрации в описании к этому ролику. Нынешний Кишинев своим видом, конечно, не впечатляет, но это и не удивительно. История у него совсем не богатая. Кишинев стал городом только в 19 веке при Российской империи. На тот момент в нем проживало меньше 20 тысяч человек. Как такой маленький город стал центром всей Бессарабской губернии? Говорят, местные купцы дали чиновникам хорошенькую взятку. Так Кишинев и стал центром нынешней Молдовы. Но история страны начиналась совсем в других местах. Это массивное здание за моей спиной Сорокинская крепость. Она была построена тем самым борцом за независимость Стефаном Великим в 15 веке. Такие крепости строили на берегах Днестра для защиты от татар. В 15 веке эта крепость была деревянная. Стефан построил три такие крепости. В 16 веке их уже сделали каменными. И сегодня на территории Молдовы находится только одна, две другие на Украине. А до Украины здесь буквально рукой подать, потому что граница проходит через Днестр. Вот украинский берег прямо виден. И вообще граница здесь очень интересная, потому что нет привычных заборов, кордонов, приграничной зоны, колючей проволоки, никаких предупреждающих знаков. Казалось бы, вот река, можно бац, и ты уже на территории Украины. Этим, кстати, пользуются контрабандисты, потому что здесь под Днестром протянуты какие-то шланги, еще что-то. Ну, конечно, тебе их никто не покажет. Но местные продают дешевый бензин, сигареты. Вот вся эта контрабанда, она в том числе идет через эту дырявую границу. Первое государство на территории нынешней Молдовы возникло в 14 веке. Но уже в 16-м страну захватили турки. Россия на эту землю пришла после русско-турецкой войны в 1812 году. Тогда Российской империи досталась восточная часть Молдавского княжества между Карпатами и Черным морем. Эту часть назвали Бессарабией. Западная же часть Молдавского княжества позже объединилась с Валахией и превратилась в Румынию. Так что нынешняя Молдова — это только половина исторической Молдавии. Та половина, что когда-то досталась России. Другая же половина до сих пор является частью Румынии. После революции в России Бессарабия объединилась с Румынией в одно государство. Единый страна пробыла с 1918 по 1940 год. Но в Советском Союзе считали, что Румыния просто захватила Бессарабию. В то же время в Советском Союзе возникла молдавская автономия в рамках Украины. Причем возникла она на левом берегу Днестра в нынешнем Приднестровье, где молдавского княжества никогда и не было. Эта автономия появилась в 1924 году и просуществовала до 1940. Тогда Советский Союз заставил Румынию вернуть ему Бессарабию. В Союзе появилось две разных Молдавии, которые сразу же объединили в одну. Так 2 августа 1940 года появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика. 12-я республика Советского Союза на тот момент. Молдавия в составе Советского Союза была сельскохозяйственной республикой, но с особой специализацией. Если зерно давала России Украина, а хлопок Узбекистан, то Молдавия выращивала виноград. В советское время в республике было построено два крупнейших в мире винных завода. Это Милешти Мич и Криково. Я сейчас нахожусь около Криковских виноградников, а подо мной туннель. Собственно, туннели здесь появились еще в 15-м веке, но вино здесь начали делать только в 50-х годах прошлого века. Криковская винодельня, винный завод знаменит был на весь Советский Союз. Все пили это вино, и здесь даже гостил Юрий Гагарин после своего полета знаменитого в космос. Говорят, он провел в этих подземельях два дня. Да, это первый космонавт мирового масштаба личность, который осуществовал свой визит в Молдавскую Советскую Социалистическую Республику в 66-м году, в октябре месяце. У него был, насколько я не ошибаюсь, по-моему, трехдневный визит посещения Республики, и не могли не заехать в Криковские подвалы. И самое интересное то, что когда он оставлял запись в нашей книге почетных гостей, после слов он указал дату 8-9 октября 66-го года, потому что действительно так он зашел к нам 8 октября, вышел 9-го. И при выходе он сказал… Голова не болела? Ну, немножко окружилась, это, в принципе, нормально. Наверное, перепады температуры, перепады высот сказываются на людях, когда они выходят из Криково. Он выходил и сказал гениальную фразу, что было легче оторваться от земли, чем выйти из Криковских подвалов. В подземельях под городом Криково также можно встретить коллекции вин, принадлежащие разным известным людям. Например, здесь есть полочка Владимира Путина. Правда, надо понять, это не то, что их личное вино, которое они сюда привезли, а это подарки, которые Криково делает различным людям, и здесь же это вино хранится. Возможно, когда-нибудь Путин придет сюда за своим вином. Оно его ждет буквально подо мной. Вы обратили внимание, в некоторых казах стоят специальные флажки и надписи. Дело в том, что так как мы являемся государственным предприятием, то, соответственно, наши государственные деятели имеют право и возможность своим каким-то высоким гостям, посетителям, подарить в дар ту или иную казу. Вот именно эта полочка, она называется каза. Вот эта полка, она Лукашенко Александру Григорьевичу? Да, принадлежит Александру Григорьевичу Лукашенко. У него есть соответствующий сертификат, и у нас в бухгалтерии, как числится, как вино господина Лукашенко, которое у нас находится во временном хранении. И он, возможно, когда-нибудь приедет? В любой момент он может обратиться и забрать любую из тех бутылок, которые находятся здесь у него в коллекции. Он хоть раз обращался по телефону, может, пришлите мне пару бутылок из моей коллекции, нет? Лично Александр Григорьевич, последние 21 год, давайте так, с момента, когда ему подарили коллекцию, до сегодня точно ни одного обращения не было. Так, Владимир Владимирович, смотрите, Путин Владимир Владимирович. Да, он получил в дар эту казу, будучи, кстати, премьер-министром Российской Федерации в 2008 году от рук тогдашнего премьер-министра Молдовы госпожи Гречаной. Как раз Владимир Владимирович один раз воспользовался, не столько он, сколько его коллега, президент Молдовы. В одном из официальных визитов в Москву он именно с этой коллекции передал ему несколько бутылок, дабы напомнить о том, что... То есть вино хорошее? Вино отличное. Каждая вторая бутылка вина и каждая третья бутылка игристого, которая потреблялась в Советском Союзе, была произведена именно в Молдове. Как изменилась позиция по производству? Сколько было на пике в советское время? Ну, пик, конечно, это 1985-1989 года, несмотря на то, что в 1985-1987 у нас были свои трудности, связанные с антиалкогольным законом. Самый пик – это 1985 год. Чтобы вы понимали, в классике было заложено и продано почти 4 миллиона бутылок классического игристого. Для сравнения, в прошлом году мы продали 400 тысяч. То есть в 10 раз меньше? В 10 раз меньше, да. Но тогда была плановая экономика Советского Союза, и тогда план состоял не в том, что вы можете произвести, а в том, что нам нужно. Тогда ставились определенные планы, и они строго выполнялись. Были плюсы и тогда. В 1985-м Молдавия, тогда советская, занимала шестое место в мире по площади виноградников. Это было почти 2000 гектар, 197-193. И по истечению, когда в 1986-м в конце, ну и в 1987-м уже компания начала заканчиваться, более 30% всех виноградников было вырублено. Что случилось в 90-х? После распада, после обретения независимости, что происходило здесь? Ну, катастрофа, наверное, как и на всей территории постсоветского пространства Союза. Это развал экономики, развал производства. Большое количество людей уезжало, некому было обрабатывать даже тот минимум, который остался. Мы потеряли рынки сбыта, появились новые рыночные, непонятные для нас условия экономики. Поэтому где-то период с 1991-го по 1995-й были очень сложные. И только где-то в начале 2000-х понемножку-понемножку начало восстанавливаться именно винный сектор, производство, обработка винограда, который, опять же, пострадал еще в 2008-м, следующая очередная девальвация, до этого эмбарго 2006-го года, 2005-й, когда очень сильно повлияло на виноделие. Потому что для сравнения, в 2005-м году Молдова отправила только в Российскую Федерацию больше 320 миллионов бутылок. В 2006-м это был ноль. В 2006-м году Россия вела эмбарго на поставку молдавского вина. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко объяснил это повышенным содержанием в вине пестицидов. Запрет был введен весной, а уже осенью Владимир Путин и президент Молдовы Владимир Воронин договорились о его отмене. Однако молдавским виноделам пришлось проходить дополнительные проверки Роспотребнадзора. В итоге вернуться на российский рынок смогли семь производителей молдавского вина, два из которых базировались в Приднестровье. С тех пор ситуация менялась еще несколько раз, и запрет до сих пор снят не до конца. Насколько я понимаю, до сих пор эмбарго не снят? Частично. Дело в том, что на данный момент существуют определенные договоренности между Республикой Молдовой и Российской Федерацией. Есть ряд производителей, которые имеют право завозить свою продукцию на территорию России, в том числе и Криково, это немного. После того, как было первое эмбарго, из почти 180 заводов, которые находились на территории, осталось около 60. Заводы, которые работали непосредственно на российский рынок, закрылись. Вот этот эмбарго, то, что тогда Нищенко, по-моему, это ввел. Ну да. Это было политическое решение или были какие-то реальные предпосылки? Это же вводилось под соусом того, что плохое качество продукта? Однозначно, качество сейчас намного выше, чем то, что было в 2005 году. Я не могу сказать, что в 2005 году это было прям настолько низкое качество, чтобы можно было вводить такие категорические санкции. Но еще раз говорю, не мне судить. Но однозначно, в том числе, эта эмбарго положительно повлияла на развитие качественного виноделия в нашей стране. Что касается новых рынков. Если в начале нулевых Россия была для Молдовы основным рынком сбыта вина. Да. Там подход чуть ли не 99%. Практически. 85-87. Сейчас какое соотношение? Ну, Россия не входит даже в топ-5 наших партнеров и нашей страны, и нашей компании. И сейчас Россия составляет около 10-11% от общего объема. Угу. Кто сейчас номер один? Ну, смотря у кого, у нас же сейчас несколько... Ну, у вас давайте... Для нас это соседняя Румыния. После Румынии на втором месте кто у вас? У нас на данный момент это Казахстан. Казахстан? Да. Это почти миллион бутылок. Это около 9% от общего объема. Там же недалеко находится Беларусь, Китай. Китайцы покупают? Китайцы покупают. Несмотря опять же на пандемию, у нас есть положительная динамика. Это более 600 тысяч бутылок. И есть перспективы роста. Понятно, что после вина неплохо бы и подкрепиться. А заодно и посмотреть, как выглядит кухня в сельской Молдове. И значит это очень тонкое тесто. Да, для плацинды. Это у нас будет картошка? Картошка, да. А, всё, всё, и получилось такое вот... Верну сюда. Так, и теперь её... Всё, мы её кладём сюда. Потрясающе. А потом сколько они там готовятся в печке? Ну, где-то 40 минут. 40 минут? Чего себе, я проголодался, я думал, сейчас раз и готово, а нет? Так, а плацинды получается делать либо с картошкой, либо с брынзой? Да. Это брынза или творог? Это творог. Угу. Мы делаем картошку с брынзой. Угу. А с творогом, я не хотела. А вообще будущее есть у села? Все говорят, как бы, ну... Ну, то, что молдаване уезжают, работы нету, денег нету. Все говорят, ну, у нас земля, у нас как бы аграрное хозяйство, и мы как бы, если что, мы будем выращивать что-то, там, не знаю, виноград, ещё что-то готовить. Вот мы с сельским хозяйством выживем. Но сейчас всё-таки 21 век, да, и сегодня там высокие технологии, немножко другая сфера, и с сельским хозяйством как-то конкурировать сложно, да, против всего этого. Сельское хозяйство и сёла не выживут за счёт этого, потому что конкуренция огромная. В стране заводятся продукции, откуда только... То есть у вас те же самые турки, да, там ещё кто-то, да, все вам везут? Все кто угодно, да, привозят в сёлах. Вот когда едет машина по селу и кричит, в селекторе кричит, помидоры, огурцы, кабачки... В селе. Картошка. В селе едет машина, и это предлагает... Это смерть сёлам. Значит, сёла Молдавии, и не только Молдавии, и всех этих стран, которые развиваются, бывший Советский Союз, выживут только за счёт туризма. Когда каждое село, каждая страна, она по-своему интересная. И люди, не зная, как будет развиваться, вообще, если возможно, будет циркулировать, как до пандемии, но выживут сёла только, когда будут приезжать туристы, жить в этих сёлах. И люди начнут продавать не только помидоры в ящиках или в фурах. И кто-то на таможне остановит. Там эмбарго, там нельзя. Вы меня понимаете? Да. А приезжают частные люди. С России приехала одна женщина, богатая, и сказала, вот смотри, какая хорошая идея. Чтобы не ты ехал где-то, и тебя останавливают на таможне с фруктами, что они нехорошие. А люди приезжают и кушают их здесь на месте. Понимаете? И вот тогда сёла выживут. Так, это традиционный молдавский дом. Да. Да. И мы находимся в Касамаре. Это дом сделан где-то около 100 лет назад. Смотрите, вот эта балка, она цельная, 10 метров. Люди вручную её в лесу делали и ставили. Люди работали всё вручную. Стены вот такие. Всё сделано из камня и глины. Вот эти откосы, чтобы был свет в доме. И пол глиняный. Вот здесь глиняный. То есть пол просто глиняный, ни досок, ничего? Да, ни досок, ничего. Здесь просто была комната для гостей. И где принимали гостей без отопления. А зимой? И зимой. Ну здесь, в принципе, стен-то толстый, да, получается? Да. Здесь почти сантиметров 7. Здесь не завязало, но не было тепло и комфортно. Как в ресторанах сегодня или там, где люди спали. Здесь просто сидели, разговаривали. Вот печка. Печка, на которой люди спали, делали детей. Здесь и кушали, и всё. В Ка-Самаре только когда гости приходили. А здесь это происходило вся жизнь. Здесь вот видите печку. Отапивали. Подвал. Идём подвал. Да. Вы там будете удивлены. Это настоящий погреб. Да. Варенье, соленье, компот. Варенье, соленье, всякие закрутки синие. Это перец острый синие. Всякие варенье. Это из шелковицы. Это из малины. Это из лепестков розы. Это черешня. Если брать, скажем, до появления закруток и так далее, это было всё соленье в бочках. Не было бана, не было закруток и так далее. А потом появилось. Во время солизма это уже появилось. Ничего себе. А пахнет, как в бане. В России такого нет. Это про суапи. Это полотенце, которое на свадьбах. Это в приданных. Видите? Это всё вручную сделано. Любой из них. У нас сотни. Вот любой сантиметр вот этой ткани вручную сделано. Я просто не его мер... Никогда никто это не будет делать. Всё. Вот. Это закончилось. Молдова страна небольшая. Доехать тут можно быстро куда угодно. Если с дорогами порядок. В современной Молдове с дорогами полная жопа. Их просто нет. Это может быть грунтовка. Это может быть старый асфальт, который ещё существует с советских времён. Но некоторые дороги хорошие. Потрясающий ровный асфальт, разделители. В общем, всё как в Европе. Секрет этого молдавского чуда прост. За моей спиной находится плакатик, где сказано, что деньги на это молдавское чудо дали американцы. За что им, конечно, спасибо. В некоторых местах можно проехать, не боясь пробить колесо. В общем, друзья, как это часто бывает, ради эффектных кадров, ради красивого пролёта нам пришлось немножко повредить дрон. Я планировал эффектно вылететь прямо над деревьями на закат. Но дрон врезался в дерево. И застрял на самой вершине. Мы его нашли. И теперь придётся лезть. Ой, давай без второй аварии сегодня как-то. Пишите в комменты, кто мог бы научить Илью лазать по деревьям. У меня мало опыта. Так, а что дальше делать? Слушай, я ни разу не залезал на дерево, это честно. Я тебе точно не подскажу ничего. Я тебе скажу, что в детстве я упал с дерева. Я как раз... Хорошо, это ещё не какая-нибудь секвойя. Прости дерево. Малыш, я иду к тебе. Хорошенький. Ты моё зёнато. Ну что, друзья, дрон снят. Так, друзья, издержки производства всего ради красивых кадров. Самое время поставить лайк. В первые десятилетия под советской властью Молдавия отставала в развитии от других союзных республик. Однако затем ей удалось добиться существенного развития. В 70-х Молдавия оказалась в числе лидеров СССР по доходу на душу населения. Население республики удвоилось за счёт большой рождаемости. Появилось сразу 10 новых городов. В республике росло сельское хозяйство и с нуля был построен промышленный сектор. Благодаря таким экономическим успехам в Молдавской ССР почти отсутствовал такой советский феномен, как диссидентство. Неформальные клубы тут появились только во время перестройки и то были под контролем государства. Однако роста идеологии национального пробуждения не избежала и Молдова. В 1989 году в республике возникла организация «Народный фронт Молдовы». Участники фронта требовали политической и экономической автономии Молдовы. Хотели вернуть молдавский язык к латинскому алфавиту. А в августе 1989-го Народный фронт организовал Великое национальное собрание. Число его участников оценивают в 500 тысяч человек. Говорят, что на акции встречались и лозунги «Чемодан вокзала России». Но основная его цель была не в изгнании русских, а в независимости для молдаван. Ну оно же плавно произошло. Было как-то все плавно. Горбачев, какие-то передачи, прожектор перестройки. Оно как-то вяло так, как-то все подошло к тому, что все поменялось. Все рухнуло, я не осознавал того. А я пребывал в музыке, ходил с гитарой. Я помню огромную толпу на площади нашего национального собрания у памятника Штефану, куда со скоростью вклинились десантники с флагом советским. Ну да, митинги были, но мы не ходили на них. Нет, получили по морде. Десантники с советским? Десантники получили по морде. За советский флаг? Да, все это перемешалось. Уже 31 августа 1989 года Верховный Совет Молдавской ССР признал молдавский язык государственным, оставив за русским статус языка международного общения. Также было принято решение перевести молдавский язык на латинский алфавит. В феврале 1990-х Народный фронт набрал четверть голосов на выборах Верховный Совет. В апреле того же года в республике появился синий-желто-красный флаг, который и сейчас остается в стране государственном. В мае правительство Молдовы возглавил Мирча-друг из Народного фронта. 23 июня республика заявила о своем суверенитете, но из состава СССР вышло уже после августовского путча ГКЧП в 1991 году. Тогда Советский Союз планировали превратить в союз суверенных государств. Но войти в него согласилось только 9 республик из 15-ти. Молдовы среди них не было. 27 августа 1991 года страна объявила о своей независимости. На этом месте будет установлен памятник советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима. Вот такая вот табличка на камне. А в советское время собственно здесь стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину. После развала Советского Союза этот памятник вандалили, закрывали его как-то рекламой, чем попало, но в итоге совсем убрали. И теперь хотят здесь поставить памятник жертвам сталинских репрессий. Когда это произойдет, непонятно, уже довольно давно висит табличка и все как-то уже привыкли, что здесь просто стоит вот этот вот камень. Кстати, интересно, что здесь какое-то время простоял памятник Фердинанду I, это король Румынии. Простоял он всего год с 1939 до 1940, потому что в 1940 году Советский Союз с Германией подписывает пакт Молотова-Риббентропа. Соответственно, Молдавия отходит в состав Советского Союза, сюда приходит советская власть. И первым делом памятник Фердинанду I сносят. Несколько лет не знает, что делать с этим постаментом, появлялись разные идеи, какой же все-таки памятник поставили. Но в итоге, поскольку центральная площадь, здесь встал дедушка Ленин. Выход из состава СССР для многих республик был не только праздником, но и шоком. О том, как к нему подошла и как пережила Молдова, я поговорил со вторым президентом страны Петром Лучинским. И вот в 1989 году здесь произошли некоторые события уже, которые вышли из всех пределок. Парад тогда и демонстрация вышли молодежь и люди на основе, ну, движимые, а не понятием национального достоинства, возвращение традиций и так далее, так сказать. И легли там перед танками и сорвали парады. И через два дня атаковали Министерство внутренних дел. Там горела там часть и так далее. Это какой год? 1989 год. Это было уже последние капли. То, что случилось, это для вас был ожидаемый распад Советского Союза? Когда вы поняли, что уже Советский Союз не спасти? Вот это любопытно. Дело в том, что не так ожидаемо, как некоторые говорят. Да, да, это чувствовалось и тому подобное. Чувствовалось, что наступят какие-то моменты трансформации, значит, изменений каких-то взаимоотношений в самом Союзе, в государстве. Но что распад Советского Союза будет. Я в качестве аргумента могу вам сказать одно. Ни американцы, ни немцы, никто же не знает. Коль 28 ноября уже берлинская стена упала, а коль еще говорит Горбачеву, что я договорился встретиться с Кренцем, генеральным секретарем ГДР. То есть, нет, не ожидалось распада. Вы говорите, что 30 лет назад люди с воодушевлением, с надеждой восприняли новый статус, независимость Молдавии. Прошло 30 лет. Сейчас как люди оценивают те события? Ну, оценивают по-разному, но… Изменились ли настроения? Конечно, энтузиазма вначале было больше. Как ни странно, мы оказались совершенно безграмотными с точки зрения экономики. Абсолютно. Думали так, что то, что производим… Вот как это делается, это было мало знакомо. Поэтому не оправдались вот эти надежды, что мы заживем, так сказать, как на Западе и тому подобное. Оказалось, что это намного сложнее. Какие основные ошибки были допущены в 90-е годы? Вот сейчас, глядя назад, на 30 лет уже с тем опытом, который есть… Ну, я хочу вам сказать так… Дело в том, что все, что происходит в результате обрушения чего-то, надо, чтобы себе представить, это увидеть дом, когда обрушивается. Что ты можешь в этом делить? Как ты можешь остановить это обрушение? Вот так получилось с Советским Союзом. Понимаете? Когда стало обрушаться, все разваливается. Поэтому говорить о каком-то плане, это можно было бы еще до 90-х годов. Еще можно было бы. И пытались, вы же знаете. Но у него удалось. ГКЧП, полный развал. И говорить о каком-то плановом развитии… Пришел момент, когда Советский Союз распался. И то, что остановилось производство, все остановилось. Люди радовались до какого-то момента, что мы свободны. И сейчас люди рады, что мы свободны. Потом каждая республика в меру образованности людей. И очень важно, когда руководители страны, нормальные люди, которые понимают, хоть как-то понимают. А когда у власти люди, не понимающие, куда идут и что, или не определяются вообще, тогда у этой страны огромные проблемы. Страна, которая происходит. Мы находимся там. И будем там. Все. Они живут хорошо. И независимо, в какую сторону они хотят. Что на запад, что на восток. А когда 30 лет не определились, это беда. По данным исследования Сбербанка, 43% россиян живут от зарплаты до зарплаты. То есть тратят все деньги и с нетерпением ждут новой получки. При этом эксперты Сбербанка уверяют, что даже при небольшом доходе разумный подход позволяет откладывать хотя бы 10% от зарплаты. Если у вас зарплата 50 тысяч рублей, то сколько можно накопить? Давайте посчитаем. Если каждый месяц вы будете откладывать 10% от зарплаты, то есть 5 тысяч рублей, и класть деньги на накопительный банковский счет под 5% годовых, то через 10 лет у вас будет больше 750 тысяч рублей. Те же 10% от зарплаты можно инвестировать в фондовый рынок. Чтобы сохранить деньги и получить прибыль больше банковского процента, частные инвесторы отказываются от краткосрочных сделок в течение дня и предпочитают придерживаться долгосрочной стратегии инвестирования на 10-20 лет. Школа безопасных инвестиций ФИНРА как раз специализируется на обучении пассивному инвестированию. Суд пассивного инвестирования в том, что вы вкладываете деньги в финансовые инструменты на длительный период. Кроме базовых знаний по инвестированию, в школе учат избегать лишних действий, жадности, страха и убыточных финансовых решений. ФИНРА утверждают, что секрет инвестирования — это медленное, спокойное и терпеливое движение к финансовым целям. ФИНРА признана лучшей школой в области инвестирования по мнению Private Money Forum 2019. У нее есть лицензия на образовательную деятельность, а выпускники могут получать дипломы международного образца Mini MBA. Лекции в школе читают преподаватели практики, которые сами инвестируют. Кстати, за обучение в ФИНРА можно получить налоговый вычет до 15 600 рублей. У школы есть бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор», который длится 5 дней. На практических занятиях вас научат разбираться в инвестиционных инструментах, определят ваши цели инвестирования и рассмотрят типичные ошибки инвесторов. В рамках марафона вы купите свою первую акцию, для этого достаточно 500 рублей. Вы можете зарегистрироваться на бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор» от школы безопасных инвестиций ФИНРА и сделать первый шаг к финансовой независимости. Ссылочка на регистрацию уже в описании к этому ролику. Молдова формально занимает всю территорию бывшей Молдавской ССР. Но контролирует далеко не всю. Значительную часть занимает Приднестровская республика. Её независимость от Молдовы почти никто не признаёт, что не мешает республике иметь свою власть, землю и советское наследие. Правда убитое. За моей спиной расположен старейший в Молдавии сахарный завод. Это Рыбница, сейчас территория Приднестровья. И завод был основан в 1898 году. В советское время он разрос, всё было хорошо. После распада Советского Союза начались перебои с электроэнергией, поставками сырья. Завод постепенно устаревал, устаревало оборудование. И вот в 2003 году он прекратил свою работу. Позже предприятие переходило из рук в руки. Но, как это часто бывает, всё ценное вывезли. Оборудование оставшееся продали на металлолом. Сейчас от сахарного завода остались только стены. Территория поделена на какие-то мелкие кусочки. Сдаётся коммерческим фирмам. В общем, сахарного завода здесь уже нет и, наверное, никогда не будет. Зато там есть злая охрана, которую не пускают, потому что, несмотря ни на что, у завода остался директор. И директор сейчас занимается тем, чтобы никто не снимал эти руины. Распад Советского Союза одни считают праздником и чем-то хорошим, другие называют главной геополитической катастрофой 20 века. Но нужно понимать, что с распадом Союза на 15 независимых государств дело не закончилось, потому что во многих странах возникли новые конфликты. И во многом они возникли, потому что молодые государства начали строить такую моноэтническую политику, где преобладала титульная нация, а другие национальности, населяющие эти страны, просто игнорировались. В результате вспыхнули новые конфликты, и некоторые регионы решили отделиться от новых стран. На 2021 год на территории бывшего Советского Союза существует 6 непризнанных образований. Это Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, ДНР, ЛНР и, собственно, Приднестровье. В 1990 году, когда начался так называемый парад суверенитетов, Приднестровье объявило о независимости от Молдовы. За это решение здесь проголосовало 95% населения. В 1991 году, когда уже был всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза, он прошел немножко по-разному. Если в Молдове разрешили голосовать только в воинских частях, то в Приднестровье этот референдум состоялся полноценно. Из-за сохранения Советского Союза здесь проголосовало 98% населения. В центре Тирасполя три флагштока. На них флаг Карабаха, Абхазии и Южной Осетии. Это три непризнанных государства, которые признают хоть как-то существование Приднестровья. Больше ни одно государство Приднестровье не признает, в том числе не признает Приднестровье и Россия. С точки зрения Молдовы, это территория Молдовы. С точки зрения России, это тоже территория Молдовы. Вопрос об отношении к Советскому Союзу окончательно рассорил Приднестровье и Молдову. После пучи ГКЧП 1991 года в Приднестровье принимают декларацию о независимости. На территории Приднестровья продолжает действовать Конституция СССР. А Приднестровье продолжает свою борьбу за независимость. В сентябре 1991 года начинается так называемая рельсовая война. Приднестровцы блокируют железную дорогу. В ответ на это в Дубасары, Молдова вводят отряды полиции, арестовывают приднестровских депутатов. Начинаются конфликты с жителями. И вот на этом фоне в Приднестровье начинают формировать собственную армию. И жители требуют выгнать молдавскую полицию. После подписания Беловежского соглашения 13 декабря 1991 года, которое окончательно утвердило распад СССР, молдавские полицейские вновь пытаются получить контроль над Дубасарами. Но получают отпор от приднестровских гаишников. В результате перестрелки погибают 5 человек. Среди них 3 спецназовца и 2 приднестровских ополченца. 14 и 15 декабря президент Молдовы Мирча Снегур и приднестровский лидер Игорь Смирнов подписывают соглашение при остановке конфликта, при остановке стрельбы, но продержится это перемирие недолго. До полноценной войны дело дошло летом 1992 года. 19 июня молдавская армия попыталась взять приднестровские бендеры, но получили отпор от местных ополченцев и казаков. Несколько недель молдавская армия вела бои с ополченцами, с казаками, а также с добровольцами из России. Россия вмешалась в конфликт лишь 7 июля 1992 года, когда в Приднестровье прибыли представители Ельцина, которые подписали с президентом Молдовы соглашение об урегулировании конфликта. Тирасполь — это столица Приднестровья. Но какое-то время Тирасполь был столицей Молдавской СССР до вхождения остальной территории Молдавии в состав Советского Союза. Позже столичный статус, как вы знаете, перешел к Кишиневу, а в Тирасполь столичный статус вернулся уже после 1991 года, после развала Союза и после провозглашения здесь независимости. И теперь это столица, по площади территория не такая небольшая, это 4 Москвы, а население здесь меньше полумиллиона человек, это меньше, чем живет в том же самом Кишиневе. В Тирасполе, кстати, повсюду можно видеть советскую символику. Флаг Приднестровья — это красный флаг с серпом и молотом. Единственное, есть зеленая полоса посередине, герб невероятно похож на герб Советского Союза. Вот эти символы везде повсюду. Иногда можно услышать, что Приднестровье — такой заповедник Советского Союза, что время остановилось, на самом деле нет. Вот я поездил здесь по деревням, я посмотрел Тирасполь, посмотрел другие города, здесь нет ощущения, что это заповедник Советского Союза. Вот если не считать какие-то такие символы, которые так дико с моря стаёшь, тут бац, серп и молот, бац, какой-то, я не знаю, герб. Но в остальном это такой обычный, провинциальный, очень похожий даже по благоустройству на российский город. Есть такая вот послесоветская безвкусица. Вот что-что в Советском Союзе было хоть как-то выдержано. То есть были довольно чистые дома, были довольно чистые улицы, было всё стилистически выдержано. Теперь сюда пришёл евроремонт, и вот эта атмосфера Советского Союза, которую многие здесь ждут, её здесь ждать, к сожалению, нет. И уж точно это не какая-нибудь Абхазия, где куча заброшенных объектов, где время действительно остановилось, потому что в Приднестровье денег больше, евроремонт уничтожает здесь всё. Редкие какие-то советские здания ещё остаются, но когда появляется чуть денег, везде выламывают окна, везде подвесные потолки, пластиковые двери, надстройки, вентфасады, и весь этот мусор, который мы с вами так не любим. Конфликт в Приднестровье. Его можно было избежать? Насколько он естественно или искусственно был создан? По Приднестровье немножечко по-другому, понимаете, потому что практически нет оснований для такого. Ни социальный, ни национальный, ни религиозный, ни народ. Вы знаете, как бы, по Приднестровье перемещался туда, да, немножечко, так сказать, больше там утвердился, допустим, русский язык и так далее. Но в данном случае, когда рушится, начинается, эмоции возникают до первых планов. Вот по Приднестровье, первое, что борется, это оказывается языковая проблема, как и в Молдове. И на основе этого, так сказать, начались большие противостояния. Сюда, когда идет какая-то драка внутри, есть люди, которые хотят помогать. По Приднестровье бьют наших, потому что здесь же тоже, Молдави, вообще эмоционально, так сказать, когда началось движение, имейте в виду. Какова сегодня роль России вообще в жизни в экономике Приднестровья? Помимо экономики, экономика это уже следствие. Россия это гарант стабильности и безопасности здесь. Поэтому, когда пожилые люди, наши пенсионеры, люди в возрасте, постарше, говорят спасибо, это прежде всего спасибо за мир. А отсюда уже экономика, конкретная помощь, доплаты к пенсиям и так далее. Вы считаете, если, например, российские миротворцы отсюда уйдут, начнут стрелять? Это очень и очень вероятный сценарий развития событий. С точки зрения экономики, какую роль играет Россия с точки зрения экономики, какие дотации, на что идут эти деньги? Люди, получая российское гражданство, оформляли себе пенсии в Российской Федерации, приезжали здесь жить и получая эти пенсии здесь. Это был первый момент, если говорить о личностном выживании. Второй момент, это, конечно же, относительно недавний проект, который Россия перечисляет всем приднестровским пенсионерам, независимо от гражданства. Она перечисляет такую вот дотацию до платек пенсии. Ну и третья часть, это поддержки, тоже мы сейчас говорим о, скажем так, человеческом ресурсе. Это пенсионеры, имеющие российское гражданство, они могут выбрать, им оставаться на приднестровской пенсии, либо они пишут заявление, и они переходят на российскую пенсию, и они получают российскую пенсию. В 2006 году был проведен референдум о вступлении Приднестровья в состав России, 97% избирателей высказались «за». Относительно честности того референдума есть вопросы, но, тем не менее, референдум состоялся, Приднестровье начало менять свое законодательство, подгонять его под российское в надежде, что Россия Приднестровье примет свой состав. Проблема только в том, что у нас нет общих границ, и даже в случае присоединения какого-то Приднестровья, интеграции в Россию, непонятно, как все это можно физически осуществить. Прошло уже 15 лет, и, конечно, никаких подвижек в сторону объединения нет. Как я уже сказал, ни одна страна-член ООН Приднестровье не признает, не признает Приднестровский паспорт и в России. Получается такая парадоксальная ситуация, то есть Абхазия Приднестровья признает, Южная Осетия Приднестровья признает, но приднестровцы по своему паспорту, по идее, теоретически могут въехать в Абхазию, но не могут. Могут, но не могут, потому что здесь не летают самолеты, а сухопутной границы не существует. Такая вот проблема, поэтому приднестровцы получают либо молдавский паспорт, либо российский. Россия выдает свои паспорта по упрощенной процедуре, и примерно половина жителей Приднестровья имеют российские паспорта, а другая половина имеет либо молдавский, либо украинский паспорт. Кстати, у Приднестровья, по идее, могли быть все шансы стать сильной независимой страной, потому что на момент распада Советского Союза эта небольшая полоска к востоку от Днестра давала 40% ВВП Молдовы и производила 90% всей электроэнергии страны. То есть экономический потенциал здесь был, все основные производства были здесь, но что-то пошло не так. Разворовали производство, закрыли, станки вывезли, сдали на металлолом, и вот часто, опять же, можно услышать, что Приднестровье — это заповедник Советского Союза. Нет, друзья, лучшее определение для Приднестровья — это заповедник лихих 90-х, и как эти лихие 90-е похоронили все надежды на независимость этой территории. Теперь Приднестровье существует только благодаря помощи соседей, ну, конечно, в первую очередь благодаря помощи России. А уехать не планируешь? Ну, в этом году. Куда? В Румынию. А я вышку посмотрел. Ну, ближе что тебе? Европа, Россия, так, по будущему? Пока Россия, честно говоря, да. Паспорт у тебя российский? Нет, нету, Молдавский. Ну, как бы уже поздно. Поздно? А так бы уехали? Да. Почему не уедете? Забираемся. Куда? В Россию, в Питер. Ну, хорошо, сегодня Приднестровье — это такая непризнанная территория, из-за этого просто элементарно у людей здесь, у молодежи, у них просто проблемы. Они не могут найти работу, они не могут уехать. Какое будущее у Приднестровья? Вы себе как представляете, что будет дальше? Илья, ну, молодые люди отсюда могут уехать, и, к сожалению, это, ну, не очень хорошая статистика. Не, уехать, ну, не, они должны получить молдавский паспорт и… Да. Они получают второе гражданство, либо российское, либо молдавское, и уезжают, и уезжают отсюда. Сработать сложно, как и в других регионах, вот, но с учетом, конечно же, тоже юридического статуса. А будущее, ну, будущее… Знаете как, здесь настоящее на данный момент остановилось. И мне тяжело говорить о будущем, со точки зрения, потому что настоящее вызывает немало вопросов. Вот, когда мы здесь, внутри Приднестровья, сможем дать ответы на эти вопросы, тогда можно будет говорить о будущем. Приднестровье, ну, это же… Россия участвует в этой истории. Конечно. Вы не… У вас нет претензий к России из-за этого? Есть. Конечно, есть. То есть люди… Россия делает очень, очень серьезные проблемы. В первую очередь, для Молдовы уже бог с ним, но для тех людей, которые там живут, проблема. Россия должна просто не вмешиваться в это, снимать оттуда все войска и так далее, и развивать, и сделать, что хотите. Вы считаете, решить вопрос Приднестровья возможно как-то или нет? Да. Что для этого сделать? Возможно, и как ни странно, это случится в один день. Вот так будет накапливаться, будет накапливаться, пока придет осознанность. Он решится в сторону все-таки возвращения в состав Молдовы или в сторону отделения в независимые государства? Нет. Надо вернуть, делать эту республику так, как было. О чем идет разговор? Вы для себя вот видите возможность интеграции с Молдовой? Ну... Или нет? Нет. На сегодняшний день. Для вас это неприемлемый путь? Нет. А в чем причина, то есть в чем принципиальное сегодня разногласие? Что касается вопроса, там, объединения с Молдовой, то, во-первых, в этом, ну как бы, даже не как бы, а не заинтересована молдавская сторона. По одной простой причине, потому что у наших молдавских партнеров, если спросить, есть ли у вас план урегулирования или вот ваше видение, с учетом тех реалий, которые здесь есть, наши молдавские коллеги, они просто, ну, разведут руками и скажут нет. С одной стороны, мы можем услышать в Кишиневе мнение, что этот конфликт можно урегулировать за 45 минут, вот, с другой стороны, в неофициальных беседах официальные лица Кишинева признают о том, что, ну да, это слишком сложно. Это для такой маленькой страны, как Молдавия, самостоятельно переварить и заплатить за урегулирование этого конфликта, ну, скажем так, представляется очень и очень проблематично. Как ты считаешь, этот конфликт, который тогда произошел, он был искусственно раздут или это естественно так получилось? Ну, мне, наверное, судить трудно, я еще был ребенком тогда и мое мнение достаточно окрашено. Но у меня впечатление, что это один из моментов, когда накопившиеся фрустрации, связанные с концом Советского Союза, связанные с бедностью, связанные с желанием найти виноватого, желание кому-то выплеснуть свою злость на кого-то. Я думаю, что вот очень много этого было в народе и просто наши лидеры на тот момент не смогли сдержать и допустили этот факт, что произошел этот конфликт. За Приднестровье у молдаван есть на Россию обида сейчас? То есть, ну, понятно, что сейчас не происходит, ну, как мне кажется, не происходит полноценной интеграции, да, и все это вот в таком замороженном состоянии. Состояние только из-за того, что Россия кормит Приднестровье, отдает им там российские паспорта, платит российские пенсии и инвестирует там туда, в эту там инфраструктуру. Вот ты приезжаешь в Приднестровье, там, спасибо Путину, спасибо, там, мы сейчас пойдем, меня бы что-то удивило, в каком-то доме культуры, в какой-то деревне, женщина тебе говорит, мы сейчас идем на выборы в вашу государственную думу. Я говорю, у кого были пациенты в России? А, я там не была. Вот у нас тоже российские паспорта, мы идем на голосование, вот когда депутаты российские... О, кстати, а за кого вы голосуете? За Единую Россию. А, за Единую Россию. За Единую Россию. Нет, ну, то есть, какая-то женщина из Приднестровья, с Россией ее вообще ничего не связано, почему она выбирает мое будущее, почему я ее кормлю и вообще что происходит, не знаю. Но, окей, тем не менее, они есть, и они, вся эта ситуация, она, на мой взгляд, сегодня существует только из-за того, что Россия всю эту ситуацию позволяет ей существовать. Есть ли какая-то обида на Россию за это? Ты знаешь, она чувствовалась, эта обида, может быть, некоторое время назад, она чувствовалась сразу после независимости, она чувствовалась в момент, когда была отсечена эта территория, когда страна была разделена. Да, скажи, я прав по своим ощущениям, что Россия... Ну, я бы сказал так, из того, что чувствую я в кругу своих знакомых, есть некоторые люди, которые просто боятся, которые, допустим, во время событий 2014 года боялись, что армия, которая расположена в Приднестровье, что вот она придет в Кишинев. Такие страхи существовали. Первой страной, которая признала независимость Молдовы была Румыния. Румынские дипломаты сами участвовали в написании манифеста о независимости республики и считали его первым шагом к объединению двух стран. На волне эйфории от грядущего воссоединения власть в Молдове даже смогла сохранить советское руководство. Первым президентом страны был бывший глава ЦК Коммунистической партии Молдовы Мирча Снегу. Однако их планы разбились о Приднестровский конфликт. Русскоязычная территория, которая в состав Молдавского княжества никогда не входила, не захотела объединяться с Румынией и отказываться от русского языка. Случился военный конфликт, который положил конец процессу объединения двух стран. В 1994-м прорумынские политики проиграли на выборах Аграрно-демократической партии Молдовы, которая зафиксировала нейтральный статус страны. С тех пор Молдова так и живет на политических качелях. Например, в 2001 году здесь к власти пришли местные коммунисты под лозунгом «Остановим натовские танки». Коммунисты и президент Владимир Воронин правили страной 8 лет, но были свергнуты в 2009-м. Тогда массовые протесты после парламентских выборов переросли в беспорядки, а новые выборы коммунисты проиграли. Просоветские и пророссийские силы вернулись к власти в 2016 году, когда президентом Молдовы стал Игорь Дадон. Однако в 2020-м его победила сторонница евроинтеграции Майя Санду. Внутренняя политика Молдовы напоминает базар, где постоянно идет торг за будущее страны. Торгуются с шумом и криками, власть переходит из рук в руки. Но финальную сделку заключить никому так и не удается. Как вы эти 30 лет оцениваете? Стало лучше, хуже? Ну, жить стало не легче. Слушай, ну, у нас, знаешь, я даже не знаю, наверное, у нас своя молдавская реальность такая южная, которой присущи вечные выборы, вечная борьба за власть, метание группировок и партий между Востоком, между Западом и Востоком, да? Сейчас уже, наверное, между Соединенными Штатами и Россией. И многонациональная республика, как какой-то сериал происходит все, понимаешь? Да, с элементами абсурда. Базарность молдавской политики можно связать с турецким наследием страны. А можно представить местную власть в роли шумного цыганского табора. Благо, этого народа в Молдове тоже много. По переписи населения 2004 года в Молдове проживает 12 тысяч цыган. Это даже меньше 1%. Но есть в Молдове места, где присутствие цыган особенно заметно. Например, здесь, в Сороках. Это небольшой город, и здесь в процентном соотношении цыган живет более 3%. И сороки даже называют цыганской столицей Молдовы. Но, опять же, официальные данные часто имеют мало отношения к реальным, потому что не все отвечают честно, не все обозначают свою принадлежность к тому или иному народу. Плюс, опять же, никто не знает, сколько здесь цыган, потому что они постоянно приезжают и уезжают, они работают в одних местах, но сюда возвращаются и строят себе здесь удивительные замки. У цыган здесь есть даже свой район, называется Цыганская горка. Это холм недалеко от крепости, который плотно застроен особняками. И он выглядит очень контрастно, потому что, с одной стороны, особняки, они такие роскошные, похожи на хорошо украшенные торты, там есть элементы каких-то классических античных зданий, храмов, мечетей, различных дворцов. Но при этом в этом районе нет дорог, то есть все утопает в какой-то грязи. Наверное, половина зданий просто недостроенные, а некоторые заброшенные, потому что люди уехали, повесили замок и больше сюда не возвращаются. Расцвет цыганской горки пришелся на конец 80-х, на 90-е годы. Когда рухнул Советский Союз, когда разрешили предпринимательство, это было такое золотое время для цыган, потому что люди начали торговать, а цыгане так хорошо умели, люди начали открывать какие-то кооперативы, еще что-то, и дело пошло. Собственно, вот все эти дворцы, которые были построены, они были построены в основном в 90-е годы. И прекратилось все в 98-м, после кризиса. Потом еще в нулевые что-то продолжалось, но так и не было ничего закончено. Времена Ельцина были свободы, времена Путина тяжелые. То есть Ельцина было лучше? В смысле чего был лучше? Вам лучше было? Когда государственник? Хуже не было, как государственника. А как бизнеса? Вам лучше когда жилось? Сейчас или при Ельцине? Мне лучше жилось при Ельцине. И сегодня цыганская вот эта вот горка, она больше напоминает как раз памятник каким-то былым вот этим вот успехам этой ельцинской эпохи. А многие они благодарят Ельцина, потому что хоть и понимают, что Ельцин как государственный деятель, может быть, был спорной фигурой, но вот этот вот открытый рынок, свободное предпринимательство, какая-то анархия, она как раз дала много денег цыганам, которые эти деньги привезли сюда и отстроили, по крайней мере, начали строить свои дворцы. Чтобы лучше понять отношения молдавских цыган к СССР, России и Молдове, я поговорил с главным из них, с самим цыганским бароном. Расскажите, как поменялась жизнь молдавских цыган с распадом Советского Союза? Ну что сказать, почти все цыгане сожалеют о распаде Советского Союза и мечтают о возврате Союза, честно говорю. И я бы тоже не знаю, что бы я отдал бы, лишь бы вернуть Союз в новой форме мышления, правления, экономической, политической и духовной интеграции. Вот это было бы здорово. Ну, в Советском Союзе цыган было больше, то есть после открытия границ многие уехали в Европу, получается. Ну, они уехали временно, не на совсем, я вам скажу. Ну, вот в Сороках, если брать вот... В Сороках здесь, честно говоря, что здесь, знаете, как кипело все, все кипело. Можно так выразиться, что здесь, знаете, кагалом. Угу. Все было полно, и молодежь, и старики, и... Ну, потом границы закрылись. Угу. Каждый самостоятельно, каждый свое, и вот получилось. Здесь, по этим улицам и в каждом доме было, во времена кооперативного движения, было не меньше, чем 30-40 машинок. Вот считайте. Машинок каких? Швейных. Шили? Да, шили. Шили трусы, майки, рубашки. Здесь у нас было клондайк. Пол... половина Украины работала здесь. Угу. А говорят, есть, насколько я понимаю, такая градация, то есть молдавские цыгане, они в основном постсоветское пространство, а румынские, они на Европу ориентированы. Да, они ориентированы на Европу, а мы ориентированы на постсоветском пространстве. Вот. Ну, многие, многие, многие уже уехали и в, это самое, в Европу, во Францию, в ФРГ, еще где-то там. Как вы видите, в Молдавии большинство людей свободно говорят на русском языке, но, как и во многих постсоветских странах, статус русского языка тут вызывает вопросы. Ну, вот интересно, если все официальные названия пишутся по-молдавски латиницей, то, когда вам нужно, чтобы вас быстро и все поняли, пишут уже по-русски. В конце перестройки Молдавия сделала официальным языком молдавский с латинским алфавитом. А в этом году Конституционный суд страны отменил прошлогодний закон, по которому русский был в Молдове языком международного общения. Это привело к протестам и даже рукопашным стычкам противников и защитников закона. Против лишения русского языка межнационального статуса выступает партия социалистов во главе с бывшим президентом Молдовы Игорем Дадоном. Ситуация тут была сложная. В 2020 году правящая партия социалистов приняла новый закон о языках вместо старого закона 1989 года. Но затем власть сменилась, и в 2021 году новый закон был отменен. При этом старый закон официально признан устаревшим, но не отменен. То есть с формальной точки зрения статус языка межнационального общения за русским вроде бы сохраняется. Но не все с этим согласны. При этом местные эксперты уверяют, что притеснений русского языка в стране нет. Население может свободно использовать его в обиходе, а русскоязычные школы и вузы закрывать не планируют. К слову о русском языке. В центральном сквере стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вокруг него цветы, недавно был очередной день рождения поэта. И памятник был установлен в 1885 году, и его ни разу никто не трогал. Вы по-русски говорите? Да. А вы в школе учите русский? Нет. Мы учим. И русский, и румынский. Но мы в школе учим русский. Русский язык тоже учим. Ага. Ну вы по-русски нормально говорите? Да. А между собой по-румынски? Вот сейчас вышли на кому говоришь? Сейчас на русском, а так на русском. Ага. Насколько я понимаю, сейчас проблемы с языком нет? Или есть? Ты знаешь, я думаю, что за эти 30 лет вот то, чем меня удивляет наше общество, это то, что мы все-таки некоторые вещи поняли за это время. И мы поняли одну важную вещь, что язык – это мощнейший инструмент манипуляции обществом. Нас насильно загоняют в лагеря. Вот вы там пророссийские, вы прозападные, затем нас сталкивают. И на этих столкновениях, пока происходят эти столкновения, на фоне происходят кражи миллиардов и многие другие глупости. Я думаю, что общество сейчас значительно проще относится к вопросу языка. Есть люди, конечно, которые очень болезненно относятся к тому, что, допустим, живущие здесь люди не учат государственный язык. Есть точно также те, кто не учат государственный язык, болезненно относятся к тому, что их принуждают к этому. Но сейчас, естественно, это не так выражено, как раньше. Язык в нашей республике, русский язык, пока что конституционно не претерпел никаких особых изменений. Он, в общем-то, языком межнационального общения является и сегодня. Другое дело, что каждая власть, вновь приходящая, конечно же, играет на струнах людей, особенно русскоязычных, в том, насколько они будут пользоваться поддержкой определенного рода и так далее. Мое личное мнение – это никакая власть из человека, так сказать, не может вытравить чувство Родины. Я правильно понимаю, что в быту и вообще в жизни русский язык все-таки остается главным в Молдове? Я думаю, ты ошибаешься. Я думаю, что сегодня русский язык не остается главным. Я думаю, что главный язык в стране все-таки румынский. Я думаю, что большинство людей разговаривают на румынском языке. Да, я просто знаю, почему сужу. Я исключаю, как наблюдатель, у меня нет никакой статистики, поэтому я спрашиваю. Я сужу по объявлениям и по надписям на подъездах, на стенах, потому что это такой народный язык. То есть, если какая-то государственная вывеска, понятно, она там на латинице. Но если человеку нужно что-то продать, сдать в аренду, написать какое-то объявление, он пишет это на русском. Если человеку нужно сказать, что кто-то неправ, слово из трех букв или какое-то мудрое высказывание, он пишет... В этом смысле с русским языком трудно поспорить. Он пишет свои мысли, он все равно пишет это на русском языке. Смотри, у меня есть объективные показатели. Я работаю в сфере рекламы. И наша задача, естественно, продвигать бренды. Это работать с потребителем. И понятно, что тот бренд, который общается на языке потребителя, он будет успешнее. Да. 15 лет назад невозможно было продвигать бренд или любой продукт без коммуникации на русском языке. Этот продукт просто был бы нишевым. Сегодня существует масса категорий, в которых нет коммуникации на русском языке. Например? Ну, допустим, в сфере FMCG, в сфере гастрономии, в сфере кондитерских изделий. Есть бренды, которые прекрасно обходятся без коммуникации на русском. Или сводят коммуникацию на русском к минимуму. Только для тех зон, где понятно, что большинство людей говорят на русском языке. Поэтому вот если объективно смотреть, то если смотреть на этот показатель, то я вижу очень сильное смещение. Дети маленькие, мультики-то смотрят на разных языках. Они сегодня и на английском, и на русском, и на румынском, и на любом языке очень легко переходят с одного на другой. Потому что языковая среда диктует сегодня свои правила. Традиционно люди старше 40 лет практически все говорят на русском языке очень хорошо. Вот уже до 30-ти, когда в школах русский язык необязательного изучения, испытывают сложности в свободном общении. Но, тем не менее, они стараются говорить. И если даже они не могут до конца оформить свою мысль, они слушают и говорят на своем, нам приходится подстраиваться. Если тогда, ты как работаешь в рекламе, если среднестатистический носитель русского языка и румынского языка, это кто? Вот видишь, и здесь ты намекаешь на некое разделение. У нас очень много носителей обеих языков. Я говорю на русском языке, но я говорю очень хорошо и на румынском. И я думаю, что у нас огромное количество людей, которые владеют обеими языками. Какой процент в Молдове не говорит по-русски? Есть такие люди вообще? Есть. Это молодое поколение. Это детки, которые ходят в школы. И среди них многие просто не нуждаются в том, чтобы говорить на русском. Это даже не по причине того, что... В школе русский язык необязательный? В школе русский язык необязательный, он факультативный. Это не говорит о том, что там родители как-то их настраивают или кого-то как-то притесняют. Это просто свободный выбор родителей и детей. То есть сегодня какой-нибудь 14-летний подросток, я ему подхожу, он по-русски со мной не будет говорить? Он, может быть, поймет, что ты от него хочешь так туманно, но вряд ли он сможет ответить. Ему просто будет неудобно говорить на русском. Как вы относитесь к родному Советскому Союзу? Ну, как человек, который родился в Советском Союзе, который был там воспитан, сформирован как личность. Конечно, жаль, потому что махина строя этого, которая была, все, что было, в общем-то, тогда централизованное и работало по-настоящему, конечно, этого всего жаль. Но, видите, история не стоит на месте. Советский Союз был объединен идеей коммунизма, которая на сегодняшний день потеряла свою актуальность во многих республиках. Наша собеседница далеко не единственная, кто в Молдове ностальгирует по Советскому Союзу. По опросу, который сайт Unimedia провел в 2018 году, 47% молдаван положительно относятся к коммунистическому режиму. Негативно о нем высказывается лишь 24% опрошенных. 49% жителей страны жалеют о распаде Советского Союза, а 40% оказались бы готовы проголосовать за возвращение Молдовы в Советский Союз. При этом против такого возвращения высказались меньше 30%. Ностальгию молдаван по Советскому Союзу легко понять. Нынешняя Молдова — беднейшая страна в Европе. По показателю ВВП на душу населения она занимает лишь 93-е место в мире между Парагваем и Египтом. В Европе этот показатель ниже только у частично признанного Косово. Для сравнения, в России ВВП на душу населения выше более чем в два раза. Что касается роста ВВП в пересчете на национальную валюту, то в Молдове он с развала Советского Союза не только не вырос, но даже уменьшился. Таких стран на всем бывшем союзном пространстве лишь две — Молдова и Украина. Средняя зарплата в стране в 2020 году составила около 8 тысяч леев, то есть примерно 32 тысячи рублей. При этом в бюджетной сфере доход редко превышает 20 тысяч рублей. Неудивительно, что молдавский гастарбайтер уже стал стереотипным образом. Раньше молдаване ездили в основном в Россию, но с отменой виз в Евросоюз и падением курса рубля в 2014 году ситуация несколько изменилась. К тому же молдаване могут в упрощенном режиме получать румынские паспорта, а это дает возможность свободной работы в Евросоюзе. Говорят, что переводы денег от работающих за рубежом молдаван составляют до трети всей экономики страны. На самом деле мне кажется, что путь необычный, но на самом деле это наш путь. То есть мы сами себя часто удивляли. Допустим, я последние 10-15 лет удивляюсь тому, что происходит в стране. Происходят неожиданные вещи. Но, естественно, с моей личной перспективы вы говорили о том, что люди уезжают. Я, наверное, сейчас вижу немножко другую ситуацию. Потому что человек уезжает тогда, когда его ничего не связывает с местом, откуда он уезжает. Так ли? То есть если он уехал, то он оставил... Абсолютно не всегда. На мой взгляд, человек уезжает, когда у него нет возможности самореализоваться на своем месте. То есть здесь даже вопрос не столько финансовый, сколько возможности какой-то самореализации. Да. Я больше говорю, наверное, не столько о причине, сколько о том, как человек себя ощущает. Ощущает ли он связь с тем местом, откуда он уехал или нет. И вот здесь произошло, мне кажется, важное изменение. Если 30 лет назад, когда мы только обрели независимость, и в Молдове бушевал национализм, и вдруг очень многие поняли, что здесь, наверное, не будет будущего, и уехали. Тогда очень большая часть населения уехала. Очень многие уехали в Украину, очень многие уехали в Россию. Вот те люди, наверное, оставили Молдову позади. Они вспоминают эту страну, может быть, как часть своей жизни, куда они не хотели бы возвращаться. Они нашли себя на новом месте. То, что происходит сейчас, немножко иначе выглядит, мне кажется. Мне кажется, что очень многие, которые решают уехать из страны, все-таки часть, не знаю, душой, они частично остаются в Молдове. Поэтому есть цифры, подтверждения. Можно посмотреть просто на то количество денег, которые люди, уехавшие, пересылают сюда обратно, в Молдову. Только в прошлом году порядка полутора миллиарда евро было отправлено по официальным каналам, по видным каналам. А понятно, что очень много денег приезжает в карманах, в багаже. А полтора миллиарда долларов, если мы посчитаем и те деньги, которые приезжают не по неофициальным каналам, это может быть порядка трех миллиардов. Это почти третий валовый продукт страны. То есть понятно, что людей что-то еще связывает. У них остались родственники, у них остались близкие. Я переехал из своей страны, из Молдовы, для получения высшего образования. На момент окончания школы я понимал, что то образование, которое я хочу получить, я не смогу получить в своей стране. Поэтому решил переехать в Российскую Федерацию, подать документы, участвовать в конкурсе на получение квоты на обучение в Российской Федерации. И, получив квоту, переехал в Российскую Федерацию на обучение. Для корректного ответа на вопрос, какое количество граждан Республики Молдова проживает за рубежом, корректнее будут посмотреть данные Национального бюро статистики Молдовы. Соответственно, по данным Национального бюро статистики численность постоянного населения составляет 3 млн 546 тысяч 500 человек, соответственно, из которых численность наличия населения – это 2 млн 686 тысяч 64 человека. Соответственно, говоря из этих данных, согласно представленным данным, где-то 850-860 тысяч граждан, соответственно, находятся за пределами рестораны, что составляет в районе 25% населения. Данные представлены по данным 2019 года. Так сказать, с момента моего возрастления достаточно большое количество людей переезжает, переезжает за рубеж, конкретно в Российскую Федерацию, и с каждым годом данное количество людей растет. Можно также смотреть по своему окружению. То есть в моем классе было пару человек, кто уехал, но, соответственно, у меня есть младшая сестра и 12 лет разницы. И вот общаясь с ней, с родителями, я понимаю, что с каждым годом количество людей там с того же ее класса уезжает намного больше. Если посмотреть, опять же, по данным статистики, по приросту населения, вообще постоянно проживающим, то рост населения закончился в 1991 году. Соответственно, с 1991 года до текущего момента, последним данным 2019-2020 года, население Молдовы уменьшается с каждым годом постоянно проживающих граждан. Путь Молдовы куда? В Европу? В Европу, конечно. В Европу? Безусловно. А с Россией? С Россией очень хочется, чтобы с Россией не было вот этих непонятных войн. Но я не думаю, что Молдова – это страна, которую Россию очень интересует. Я не думаю. Молдова – это как раз такое государство молодое, еще не оперившееся, которое ищет своих путей. Часть народа видят там в объединении с Румынией, часть народа там в объединении с восточными странами. Но я считаю, что у нее свой путь. И люди эти достойны уважения и счастья. Потому что другое дело, что люди почему-то считают, что вот сегодня им важно заработать какое-то количество денег. У меня только что от меня вышел учитель. В прошлом году она ко мне пришла. Это учитель года в России. Она поехала туда заработать определенные деньги для того, чтобы дочери здесь купить квартиру. И в прошлом году вернулась. И вот она приехала, она год поработала. Мы в восторге от ее работы. Она в восторге от нас. Мы вот все прекрасно строим планы на будущее. Сейчас она ко мне сегодня. Вот только что зашла и сказала. Я очень сожалею, со слезами на глазах. Но я вынуждена, наверное, опять поехать, потому что не хватает средств купить квартиру детям. И вот смотрите, какова жизнь. Она поедет, она моего возраста, да? Она поедет дорабатывать, дозарабатывать. А свою дочь она в это время видеть не будет. Она не будет видеть, как растут ее в моке. У меня слезы наворачиваются на глаза, потому что у меня погибла дочь в прошлом году. 22,5 года. Она училась в мединституте, никуда не уехала, собиралась здесь работать. Я бы пол своей жизни отдала, что угодно отдала, чтобы видеть своего ребенка. И вот я свидетель того, что мама для того, чтобы... А жизни больше не будет. Мы не знаем, сколько нам дано. Очень многие молодаване уезжают, оставляют свои семьи, детей оставляют, на попечение кого угодно. Этот период формирования личности очень важен. И мы упускаем целые поколения из-за того, что мы что-то где-то ищем. А на родине оставляем самое главное. И в жизни-то мы не заберем с собой ни квартиры, ни заработанные деньги, а то, что мы оставили после себя в детях, в учениках и так далее. Это учитель от Бога. И мне очень жаль до слез, что вот так складываются обстоятельства. Если сейчас говорить с людьми, у людей разное мнение. Кто-то считает, что Молдова сегодня должна быть с Россией, кто-то, наоборот, в Европу, в основном молодежь. Как вы считаете, усидеть на двух стульях вообще возможно? Есть какие-то мировые положительные примеры? То есть на какую страну, может быть, из постсоветского лагеря, там Молдова сегодня может ориентироваться? Или все-таки нужно выбирать какой-то отдельный путь? Мы идем либо в Европу, либо идем с Россией? Конечно, небольшое государство должно дружить с большими государствами. Но дружить и с тем, и с тем, разве возможно? Есть какие-то положительные примеры, как дружить и с тем? Есть. Возможно. Например, кто вот так вот дружит? Возможно. Ну, сколько угодно стран, так сказать. Вот посмотрите, начинаете вот здесь. Вот, скажем, Сербия. Сербия, она скорее пророссийская. Да, но Сербия же в Европейский Союз вступит и так далее. Дальше. Болгария. Дальше. Словакия. Вот конкретный пример по Словакии. Даже из-за этого спутника. Сняли премьер-министра и так далее. И потом начали вакцинировать. Зачем мешать? Зачем вмешиваться? Вот вы нас вот это настолько вбили в голову, так сказать, что какое-то твое мнение или какое-то твое убеждение должны преобладать. И если не преобладать, ты должен заставить людей это делать. Пусть эта Молдавия развивается свободно, так сказать, и спокойно. Хочет Россия, так сказать, иметь чисто экономические, социальные и духовные, у нас масса народа, повторяю, мы же двуязычные, масса народа там работает. Но чего в это вмешиваться, в этот процесс? Зачем все время видеть какие-то, что здесь они что-то придумывают, они могут в НАТО войти и так далее. Ну, видя, ну сколько можно это? Есть Конституция, есть это, слушай. А если даже это случится когда-то, если это в спокойном состоянии это будет происходить, то в чем дело? В Молдове тяжелое положение экономики, а общество разделено на разные политические лагеря. Но при этом в стране 30 лет сохраняют настоящую демократию. По индексу демократии от издания Economist страна занимает 79-е место в мире и 4-е в бывшем СССР. В этом Молдова уступает только прибалтийским странам. С декабря 2020-го страной правит Майя Санду. Она стала уже шестым президентом за годы независимости Молдовы. А еще Санду – это очередной поворот в политическом курсе страны. Ее предшественник Игорь Дадон был пророссийским политиком, а вот Санду выступает за вступление в НАТО и Евросоюз. При этом Санду смогла победить Дадона лишь во втором туре, и существенного преимущества среди населения у нее нет. Через 30 лет после распада Советского Союза Молдова все еще не решила, хорошо это или плохо, и в какую сторону в стране идти. Продолжение следует... Продолжение следует...